Библейский портал экзегет.ру представляет 12 глава книги пророка Исаия, я читаю свой перевод для библейского портала экзегет. Глава очень маленькая, очень простая, она такая, знаете, маленькая прослоечка между первыми 11, или лучше сказать, между теми, которые со второй по 11 и теми, которые с 13. Но деление на главу – это деление позднее, причем зачастую достаточно случайное. Мне кажется, вот 12 глава – тоже такое недоразумение, она с 11 составляет единое целое. Значит, вот эта первая часть, ну, первая глава, мы говорили, это такое введение, краткий конспект, собственно, основное содержание всей книги. И дальше с 1 по 12 – это в адрес Израиля, а потом пойдут другие народы. Мы говорили о том, что существует определенная такая пирамида смысловая, да, то есть храм, Иерусалим, Иудея, Израиль, весь остальной мир. И поэтому начинается все тоже с храма, с Иерусалима, с Иудеи, и далее Израиля, и весь остальной мир. В тот день ты скажешь, тот день у нас упомянут, как раз когда Господь все другие народы таким или иным образом покорит израильтянам. В тот день ты скажешь, хвала тебе, Господи, ты гневался на меня, но гнев переменил на милость. Бог вот спаситель мой, уповаю на него и не боюсь. Господь – сила моя и мощь, Господь – мое спасение. И с радостью тогда почерпнешь из источников спасения. Скажут тот день, славьте Господа, зовите по имени Его, провозглашайте среди народов Его дела, возвещайте, как возвеличилось имя Его. Пойте Господу, Он великое сотворил, да знают о том по всей земле. Веселите, ликуй, дочь Сиона, велик Святой Израиль, и Он с тобой. Вот и вся глава, она как псалом. В общем-то, если у братьев в тот день ты скажешь, что все остальное – прекрасный псалом, он бы вошел в псалтирь. Но зачем он здесь? Вот у Исаии довольно мало радостных глав. Это одна из них, наверное, потому что она такая короткая, что дальше, Боже, пошла не радость. Но это принципиально важно. Почему? Потому что дальше идет речь про то, как Господь определенным образом покарает каждый из других народов, врагов израильтяны, тех, кто не покорен Богу. Ну и зачем все это нужно? Для того, чтобы сказать, ага, мы-то правильные, они-то вот гады, сволочи, и мы сейчас им покажем, кто они такие. Нет. Для того, чтобы сказать, Господь только нас любит, а все остальные народы он ненавидит. Нет. Абсолютно нет. Но, смотрите, Господь, сила моя мощь, Господь, мое спасение, это понятно, и провозглашаете среди народов его дела, да знают о том по всей земле. Велик святой Израиль, и он с тобой. То есть отношение Бога-Израиля – это некий урок, который должен всем остальным народам рассказать о том, как должны складываться отношения Бога и созданного им человечества. Только это. Ну а дальше все подробности про то, как Вавилон, про то, как там Филистимлин, про то, как кого-то еще Господь покарает. Но смысл в чем? Пусть знают о том по всей земле святой Израиля с своим народом, и другие народы тоже могут войти в этот завет, что, собственно говоря, будет происходить в Новом Завете. Субтитры создавал DimaTorzok